Добрый день Владимир. Добрый. Мы выходим на финишную прямую избирательной кампании. Мы неоднократно приглашали в эфир к себе на интервью кандидатов в главы Республики Башкортостан. Вы, наверное, будете первым в этой череде, если она вообще состоится. И начнем с необычностей этой кампании. Вопрос у меня первый будет таким. Действительно, эта избирательная кампания чрезвычайно многолюдная. Количество кандидатов абсолютно беспрецедентное. Такого никогда не было в истории Республики и ее выборов. Как вы считаете, это некая политическая технология, попытка размыть протестное голосование, выявить какие-то, разделить на какие-то группы по интересам и так далее, либо это действительно какое-то веяние времени, какое-то изменение в политической ситуации в Республике и в России и какой-то шаг вперед-назад или куда-то? Ну, я все-таки считаю, что шага вперед никакого нет. Это исключительно технологический момент. То, что создана ситуация, при которой такое большое количество кандидатов, это не для того, чтобы выявить общественное мнение, это не для того, чтобы какой-то срез делать. Это, на мой взгляд, больше для превращения в фарс самого процесса выборов, чтобы люди, наоборот, сказали, ну, зачем ходить голосовать, что-то бред происходит. А может быть, каким-то образом кого-то из них оттенить в лучшую сторону, там, подчеркнуть их значимость на фоне незначительности каких-то персонажей? Да, абсолютно верно. То есть, когда ситуация превращается в фарс, те, кто занимает лидирующие позиции по объективным причинам, они выглядят на фоне всех остальных еще лучше. И поэтому такая ситуация, мне кажется, это умышленно было. То есть, это технология? Это абсолютно технологическая вещь. В среде избирателей, в электоральной среде вы не наблюдаете каких-то изменений? В том смысле, что не видите ли вы некого запроса на иные условия выборов, на иных кандидатов? То есть, вы много общаетесь с избирателем, ездите по городам республики, с людьми разговариваете. Изменился ли избиратель, скажем, образца 2019 года относительно избирателя, предположим, 2016 года? А вот здесь, да, действительно, я вижу большие изменения. Для меня, даже как для кандидата, это было относительно неожиданно. То есть, я не ожидал, что настолько в районах, настолько будут негативно настроены по отношению к действующей власти. Традиционно у нас оплотами какого-то запроса на перемены являются города, крупные города, либо там, где, либо районы, где существует какая-то проблема. А здесь даже, как бы, относительно благополучные районы, когда, казалось бы, там, традиционная за действующую власть, не важно, какая фамилия, важно, что это представитель действующей власти. Сейчас люди спрашивают, а за кого голосовать, чтобы не за них. И вот это вот для меня было откровением, насколько много такой ситуации, насколько вот это вот протестное настроение против действующей власти, за кого угодно, только не за действующую власть. Вот это для меня было откровением в этой кампании. Тогда как относиться к идее умного голосования Алексея Навального, который, по сути, предлагает голосовать за кого-то, кто не относится к действующей власти? Ну вот, например, в Москве почему-то Навальный начинает призывать голосовать за коммунистов. Можем ли мы считать разумной вот подобную подмену? То есть, фактически, мы получаем предложение проголосовать, например, ну в Москве это против Собянина, в Уфе это будет против Хабирова. Но за коммунистов, то есть на зло бабушки отморозим уши, как вы расцениваете эту инициативу? Я на самом деле не вижу особого смысла с технологической точки зрения в умном голосовании. Именно как в процессе. Потому что, что оно может дать? Победу в первом туре, если все воспользуются умным голосованием и пойдут, проголосуют за альтернативного кандидата какого-то одного. Вряд ли. То есть, скорее всего, будет история Мага. Максимум, оттянуть голоса у кандидата номер один в пользу кого-то. Не дать ему выиграть с первого тура у кандидата от действующей власти. Но для этого не нужно умное голосование. Для этого нужно просто голосовать за кого угодно, только не за него. Кто выйдет во второй тур, вот тогда все остальные кандидаты должны просто объединиться и сказать, что призвать своих избирателей голосовать за альтернативного. Здесь умное голосование не нужно в принципе. С технологической точки зрения. Как бы вы поступили на месте рядового избирателя, когда у него нет кандидата, за которого он точно решил голосовать, и перед ним стоит дилемма. Вообще не ходить на выборы? Либо пойти и поставить галочку «Произвольно», «Испортить бюллетень» и еще что-то сделать? Потому что существуют две противоположные точки зрения. Здесь уже никто это уравнение по большому счету решить не может. Не идешь на выборы, украдут голос. Пойдешь на выборы, повысишь явку для кандидата от власти, тем самым легитимизируешь его победу, либо его фальшивую победу, это уж кто как считает. Что делать вот этому избирателю, который не нашел себе кандидата? На самом деле с технологической точки зрения повысить, легитимизировать или как-то повысить качество победы невозможно. Она или есть, или нет. 9 сентября все забудут, с каким счетом победил тот или иной кандидат, если он победит. Не важно была какая явка, все равно растиражируют именно процент, с которым он это сделал. Поэтому с технологической точки зрения на зло кондуктору купить билеты и пойти пешком не вариант. Идти надо. Идти надо по двум причинам. Во-первых, если даже не определился с кандидатом, если считаешь, что все равно все предопределено и будет победителем представитель действующей власти, но если ты сходишь, проголосуешь, поставишь галочку за любого альтернативного кандидата, чья позиция хоть чуть-чуть ближе, это своего рода запрос на перемены. Ведь мы что угодно можем говорить про то, что подтасуют, нарисуют, сделают любой результат, но те, кто рисует, даже те, кто рисует, они видят реальную картинку. Они на самом деле видят то количество людей, которые проголосовали реально. Им это докладывают. Есть же анекдот про руководителя, которому с утра после выборов пришли и рассказали про две новости. Хорошая и плохая. Хорошая, что вас выбрали, плохая, за вас никто не проголосовал. И здесь, если 100 тысяч человек, 500 тысяч человек придет и проголосует за перемены, за то, что люди хотят, чтобы ситуация изменилась, игнорировать это будет очень сложно. И даже если останется действующий руководитель, его манера ведения дел будет учитывать эти перемены. Именно потому, что аморфное болото, аморфную массу можно игнорировать. Пассионарных людей, которые неравнодушны, дошли до участка, игнорировать нельзя. Они же тоже, все технологи, понимают, что да, сейчас прокатило и смогли нарисовать и выиграть. Но через год, через два, если у народа бомбанет, и они пойдут, тут уже можно ситуацию не удержать. В связи с этим как раз хотелось бы вспомнить 2011 год, болотную площадь. Ведь все вот эти события произошли именно на уровне ощущений избирателей, когда никто не ходил на выборы. Очень многие сходили, проголосовали против. И вот эта сумма ощущений того, что их обманули, потому что когда абсолютное большинство людей высказалось против или не ходило на выборы, а им на следующий день выдали вот эти итоговые протоколы, что смотрите, тут вот 70 на 30, да. Вот именно это же спровоцировало вот эти события, которые мы до сих пор там вспоминаем и кое-кто во власти там с ужасом вспоминали. Но с другой стороны, вот эти вот выступления, когда люди возмутились и вы проявили свою гражданскую позицию, запустили другой процесс. То есть насколько Москва начала меняться после этого для того, чтобы успокоить людей. То есть в бытовых условиях, то есть сделать там благоустройство, улучшать жизнь, для того, чтобы снизить вот этот запрос на перемен, для того, чтобы там сытые, довольные москвичи все-таки перестали протестовать. Тут можно по-разному, конечно, это интерпретировать. Может быть это для того, чтобы они перестали волноваться, а может быть власти Москвы решили сделать просто хорошо своим горожанам, насколько похорошела Москва при Собянине. Ну, хорошеть-то она как раз начала после протеста. Об этом можно долго говорить, действительно, но безусловно, наверное, то, что реакция на эти события была. Хорошо, ну, вернемся к нашему многострадальному Башкортостану и поговорим на более такие специфические местные темы. Очень много в прессе, в соцсетях разговоров о том, что ни Башкир не имеет права быть главой республики. Я понимаю, что это очень радикальные, граничащие, может быть, где-то даже с преступными высказываниями мнения, но, тем не менее, это достаточно распространенное мнение. И вот как вы лично относитесь к этой истории, то есть вот насколько мы побороли вот эти архаичные представления о вот этой вот обязательности, принадлежности к национальной группе, то есть вот о том, что руководитель должен быть именно выходцем из башкирской среды и так далее. Насколько вы это, во-первых, ощущаете, ну, в пространстве, в медийном пространстве, в быту, там еще где-то, может быть, избиратели вам говорили, что вы не можете быть главой республики Башкортостан. И насколько это вообще актуально для Башкирии? Этот тезис о том, что не Башкир не может быть главой региона, я слышу всего от нескольких персонажей в соцсетях, которые регулярно на эту тему высказываются на всех возможных площадках. За все время поездок по республике и встречи с избирателями ни разу это не звучало в ходе общения, хоть от русских, хоть от башкир, хоть от татар. То есть национальный вопрос вообще никак не затрагивался. То, что касается самого тезиса, но давайте как бы здраво рассуждать. Люди, которые занимаются развитием культуры национальной, национальной самоидентичности, это замечательный процесс. А вот те, кто педалируют и именно тему, что единственным поводом для гордости должна быть национальность, вот это бедные духом люди. Потому что им больше нечем гордиться, значит. То есть в башкирской культуре есть много поводов для гордости. У Башкортостана есть много поводов для гордости, не связанных именно с национальностью. И вот этим надо заниматься, вот это надо развивать, чтобы молодежь вот эту культуру впитывала в себя. Мы живем в многонациональной республике. И одной из ее особенностей, которую отмечают все, кто сюда приезжает, это как раз вот дружность культур между собой. Нигде такого нет, чтобы народы жили настолько тесно в мире и согласии, религии жили в мире и согласии между собой. При том, что у нас очень большое представительство как раз вот разных конфессий. И вот этим Башкортостан отличается от любой другой точки на карте мира. Нигде такого нет. И вот этим надо гордиться, вот это надо развивать. Но поскольку мы живем в Башкортостане, и народ, который дал имя нашей республике, это башкиры. Соответственно, нужно развивать башкирскую культуру, башкирскую самоидентификацию. Но не в плане, что национальность определяет дальнейший путь. А в плане того, что национальная культура, она интересна, самобытна и ее надо. То есть не в плане, что национальность определяет право. Да. Еще ближе к выборам вопросы. Вопросы, касающиеся лично вас и лично ваших планах на выборах. Первый вопрос будет в этом блоке таким. Понятно, что каждый кандидат говорит о том, что я иду побеждать. Я нацелен на победу. И, наверное, вы тоже не исключение. Но у всех есть свои планы. И давайте поговорим о планах минимум и планах максимум. Вот на эту избирательную кампанию. Каким образом вы видите ее ход и результаты для вас лично. И, скажем, в отношении лидирующих кандидатов, либо ваших прямых соперников. И какова вот эта программа минимум, программа максимум. Ну, на самом деле, я на соперников не ориентируюсь. Я понимаю, что сейчас, на самом деле, есть противопоставление двух тезисов. Тезис действующей власти, что все у нас хорошо, все стабильно. Мы развиваемся туда, куда нужно. И идем так, как нужно. И есть тезис, который декларирую я. И, в принципе, так или иначе, часть кандидатов где-то с этим перекликается. Это тезис о том, что мы идем не так, не туда и не теми темпами. Что жизнь, на самом деле, лучше не становится. Что жителям реально становится хуже. Что реальные доходы населения падают. Что экологическая ситуация ухудшается. Что мы теряем то, что у нас было, а не то, чтобы приобретаем что-то новое. И то, что в обществе существует запрос на перемены. Вот сейчас, получается, задача минимум, это понять, насколько наша позиция верна. Насколько мы правильно понимаем, что этот запрос на перемены существует. Если наша позиция подтвердится, если наша мысль подтвердится. И в обществе существует большой запрос на перемены. И люди придут и за эти перемены проголосуют. Ну, это одна понятная история. Если окажется по итогам выбора, что пришло минимальное количество людей. Которое высказалось за перемены, а остальных всех все устраивает. Ну, значит, тогда мы будем продолжать работу с населением. Мы будем продолжать работу с ситуацией. Чтобы вывести людей из этого состояния литургического сна. Когда любое действие внешнее никак не сказывается на внутренних мотивах человека. То есть, стало хуже жить. Ну, ладно. Там, наверное, царь хороший, не знает. Что-то у нас чиновники немножко напутали. Мы вот царю-батюшке пожалуемся. И нам у нас станет лучше. А лучше-то не становится. Может, сколько угодно жаловаться. И вот это мы будем тогда развивать. Вот минимум, максимум. То есть, правильно я понимаю, что даже в случае, если что-то пойдет не так, условно говоря, вы не остановитесь и продолжите вот эту деятельность и 9 сентября, и дальше 10 сентября. Абсолютно верно. То есть, 9 сентября в любом случае этот процесс не закончится. То есть, если тезис окажется верным и запрос на перемены большой, и я стану главой республики, значит, будем эти перемены реализовывать. Если тезис окажется неверным и по итогам 9 сентября окажется, что мало людей хочет перемен, ну, соответственно, значит, будем дальше продолжать эту работу по развитию гражданского самосознания у людей и перевода из состояния, да, состояния литургического сна. При этом это были политические планы и политическая сторона ситуации. Если мы говорим о технологии того, как должно все произойти в ближайшую неделю и после этого, то наша задача – это второй тур. Если удастся довести ситуацию, то есть, если удастся консолидировать людей, чтобы люди пришли на выборы, проголосовали и выразили свой запрос на перемены, и кандидат от партии власти не получил бы свои 50% плюс один голос и состоялся второй тур, тогда удастся консолидировать голоса всех кандидатов оппозиционной направленности, и тогда во втором туре шансов больше у меня, если я в этот второй тур смогу пробиться. Пофантазируем. 9 сентября вы заезжаете в Белый дом в статусе главы Республики Башкортостан. Три первых главных решения, три первых главных направления, которые вы начнете реализовывать на посту главы Республики Башкортостан. Первое – это запустить полный аудит экономики региона для того, чтобы разработать реальную стратегию на реальных цифрах. Второе – это запуск административной реформы, включая реформу Кабинета министров и сокращение числа чиновников. И третье – это снятие барьеров муниципальных фильтров и закон о митингах, то есть, либерализации вот этой части, и возврат прямых выборов, возврат людям права напрямую избирать глав своих местного самоуправления, мэров и тому подобное. Это очень важный момент, на мой взгляд. Ну что ж, Владимир, я пожелаю вам успехов на выборах. Я думаю, что мы прощаемся ненадолго. Спасибо. И до встречи 8 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова